здравствуйте меня слышно можем проверить прекрасно всем добрый день добрый день мирова я думаю пару секунд подождать что все на подключились как ваши дела как ваше настроение все ли хорошо взяли с собой хорошее настроение для эфира надеюсь все готовы еще раз добрый день всем уважаем гости и партнеры меня зовут измир я являюсь представителем компании фан сан являюсь также гидом местным стамбуле нашей компании сегодня расскажу вам про стамбул будет небольшая информация я думаю будет она очень продуктивная для вас короткая и продуктивная если будут вопросы вы можете писать в чат с удовольствием на буду ответить на все ваши вопросы вот для начала также хотел бы рассказать про то что уважаемые мои обязательно для нас немаловажно наших встречах и прилетах наших гостей это наши трансферы первое из чего начинается отдых это встреча в аэропорту так как моих наших гостей первое впечатление это аэропорт также эта встреча как я встречу проводится в аэропорту и информация во время трансфера уважаемые наши партнеры хотел бы рассказать что сам ульский аэропорт он очень большой у нас из 2 аэропорта в стамбуле есть аэропорт новый и стамбул и также есть аэропорт саби хаючан может быть кто то среди вас был в этих аэропорт а там быть аэропорт он более новый он очень большой Из услуг, которые предоставляются от нашей компании Fonsan, также может быть FastTrack для индивидуальных, так скажем, гостей с индивидуальным подходом. В этом не может быть никаких сомнений, вы можете обращаться. Также, уважаемые, есть индивидуальные трансферы, есть групповые трансферы. Хотелось бы сказать, что в нашей команде работают ребята, мы собрали очень большую команду, интересную команду, все ребята русскоговорящие, наши коллеги, поэтому проблем языкового барьера никаких не возникает при встрече в аэропорту и при информации. Также аэропорт, так как он очень большой, особенно все у нас приезжают по основному в новый аэропорт Стамбула, там есть очень много выходов, с чем мы и часто сталкиваемся, чаще сталкивались, особенно раньше. Встреча всех туристов, она идет на улице, поэтому внизу вы можете увидеть небольшую карту, откуда приблизительно нужно будет выходить, откуда можно будет выходить, да, аэропорт красивый, доступный, но многие знаете в нашей работе, что туристы, которые прилетают в Стамбул, они некоторые не читают информацию, или же не смотрят на ваучеры, где вся информация предоставляется, и при выходе многие, бывает, теряются, кто-то, бывает, спускается не на тот этаж, откуда нужно будет выходить. Из-за этого мы на наших, получается, ваучерах обязательно оставляем информацию о том, что вас встречают у выхода номер 14 с такой-то табличкой, пожалуйста, выходите. И еще момент такой, очень важно, что эта информация может меняться, обязательно нужно также смотреть самим же нашим партнерам, турагентам, которые отправляют своих гостей в Стамбул, потому что, к сожалению, аэропорт Стамбула, он относится чуть-чуть по-другому, потому что здесь совсем другая система и другие взгляды для туроператоров, если сравнивать с Анталией, ну, например, в Анталии вы выходите, у вас есть таблички, стойки, где воспринимают, есть официальный там 57 номер, это фансан, то есть приходят все, зарегистрируются, регистрируют ваучеры. Здесь, к сожалению, в Стамбуле и с этим проблемы, с чем мы всегда сталкивались, например, до пандемии, всех туристов встречали внутри, после пандемии это изменилось, всех начали встречать на улице. Меня слышно сейчас? Все прекрасно. Здесь просто наша ошибка вышла на экране. Так вот, то сейчас мы встречаем на улице, поэтому когда-то, например, мы встречали, то есть, на девятом выходе, потом это стал 11 выход, поэтому мы ваучер эту информацию меняем, и это к тому, чтобы у вас не осталась старая информация, если что, уважаемые партнеры, обязательно тоже проверяйте по системе фансана, что и какой это выход. Конечно, после встречи, так как бывают групповые трансферы, обязательно мы ожидаем всех, чтобы все могли выйти. Бывает такое, что кто-то задерживается, кто-то опаздывает, кто-то задерживается в дьюти-фри, человеческие факторы, кто-то не может найти паспортный контроль. Для этого у нас есть определенное время групповых трансферов, мы ожидаем полтора часа, плюс еще 15 минут дополнительно идет бонусом. В другом случае, если мы ожидаем и туриста нет, то мы начинаем, конечно же, писать туроператору. А индивидуально встречают ли тоже у кого-то выход или с табличкой? Да, индивидуально мы встречаем, так же мы встречаем по карте, то есть если это 14 выход, как и групповые, то же самое, это на улице с табличкой. Все верно. Индивидуально так же встречаются. Так вот, уважаемые, и получается, что мы ожидаем на групповых трансферах, и если нет туриста, мы, конечно, не сразу заставляем, уезжаем, что есть время, все, наговор по этому времени, мы должны уезжать. Нет, мы к этому относимся более лояльно, поэтому мы стараемся дождаться, дозвониться, мы дозваниваемся по системе, находим номера, если это турагент, наши коллеги дозваниваются до турагентов, потом уже до туристов, если у них работают номера. Если, конечно же, нет, мы не дозвонимся, их не будет, то мы уезжаем. Но так как у нас есть частые заезды, поэтому мы еще и наши коллеги также остаются в аэропорту, и в этот момент, если даже турист видит более, скажем, позднее время, ежели указанному, то на следующей машине он может приехать, то есть не обязательно садиться на такси. То есть есть такая услуга. Все ради наших гостей. То, что я как раз же говорил, что мы оказываем с гидами, с сотрудниками качественную работу, как с группами, так и с индивидуальными туристами, у нас в Стамбуле также очень немаловажно, это, уважаемые партнеры, обязательно экскурсии, потому что Стамбул это все-таки экскурсионный город, поэтому в Стамбуле лучше всего гулять с экскурсиями, потому что есть много разных методов развлечения в Стамбуле. Один из этих методов, например, шоппинг, можно пойти на шоппинг, то есть один из методов развлечения – это вкусно поесть. В таком большом городе прийти и быть на диетах – это не вариант, поэтому обязательно предупреждайте ваших туристов, если вы едете в Стамбул, то забудьте про все диеты, забудьте про мизин или же берите его побольше, и ешьте вкусно, получайте, так скажем, удовольствие от вашего отдыха. Поэтому обязательно знайте, что Стамбул – это все-таки не Анталия, есть большое отличие. Например, что здесь лучше всего и, так скажем, удобнее будет всего, как дополнительным бонусом информации для ваших туристов – это удобный опыт, потому что здесь, в Стамбуле, уважаемые партнеры, нужно ходить очень много, особенно если это экскурсии. То есть на экскурсии в среднем люди проходят 8 километров за день, есть транспортные экскурсии – будем делиться секретными местами обязательно, есть транспортные, так скажем, экскурсии, есть пешие экскурсии. Если транспортные, то они знают, что туристы ходят только, то есть ездят только на транспорт, и им все рассказывают снаружи, то есть там обзорно нет. Таких экскурсий практически в Стамбуле очень мало, потому что по-любому машина останавливается, все туристы выходят, посетители, экскурсанты, и также продолжают гулять, то есть на определенном объекте, потом садятся и едут дальше. Для всего этого, конечно же, удобно не брать спортивную, там, скажем, ортопедическую обувь на кабуках, на лобутенах, наши прекрасные дамы любят ходить, но это если куда-нибудь на видовой ресторан ночью, вечером, на ужин. Или же, например, у нас есть такая программа экскурсионная, которая называется «Ночной бассор». Вот туда это можно будет одеть с красивым платьем. А также здесь как раз для вас экран, чтобы, если что, вы могли себе записать. Также, уважаемые, у нас, кроме как Стамбула, есть еще экскурсионные программы, такие как, например, турпакеты в Каппадокию, в Муккале и Алова. Ну, в основном мы, как компания, и удобнее всего это куда? Это в Каппадокию и в Алова. Делать такие более пакетные туры, это могут быть еще и гастрономические туры, и это еще может быть по индивидуальному запросу вашего клиента. Вы можете спокойно обращаться к Фонсану. Мы обязательно подберем для вашего клиента любую экскурсию. Это может быть и индивидуально, это может и какая-либо группа, то без всяких проблем, без всяких сомнений. Также у нас бывают гастрономические туры с небанальными программами. И, конечно же, уважаемые, это шоппинг-туры. Ну, то есть, приехать в Стамбул и не пошопиться, это зря приехать. Поэтому обязательно могут быть еще и шоппинг-туры, с чем мы можем также помочь, без проблем. Стамбул и Каппадокия. Перед вами как раз и экран. Если говорить, так скажем, объективно и более короткую информацию передавать вам, то Стамбул и Каппадокия – это такой пакетный тур. Он делится на несколько частей. То есть, это может быть 3 дня в Стамбуле, 2 дня в Каппадокии. Это может быть 5 дней в Стамбуле и также 2 дня в Каппадокии. Но обязательно Каппадокия у нас идет на 2 дня, потому что бывает, что туристы приезжают только ради шаров, полетать на шаре, а шар может и не полететь. Поэтому второй день он идет с запасом, чтобы турист мог все-таки полететь на шаре и исполнить свою мечту, так скажем, свое желание. Поэтому обязательно 2 дня и 1 ночь. На один день лететь и пролетать – это, так скажем, очень усталая программа, и люди будут вставать, поэтому все-таки 2 дня. В Стамбуле 2 ночи 3 дня, извиняюсь. В Стамбуле, уважаемые, также к ним дополнительно в программу входит несколько экскурсий. Опять же, зависит от того, сколько дней они здесь будут находиться. Если это 3 дня, то 2 программы, если это 5 дней, то это у нас с вами 3-4 программы. Также на месте наши гиды могут все это дополнительно проинформировать, дать им информацию, потому что если вы по системе бронируете, так скажем, турпакет Стамбул плюс Каппадокия, в ней есть уже включенные экскурсии, то если вы здесь не были и вы не были на этой экскурсии, то, конечно же, вы не сможете конкретно объяснить, что это за места и как экскурсия проводится, то на месте гида обязательно при встрече рассказывают, во сколько их будут забирать из отеля, что им лучше всего одеть, потому что бывает посещение разных храмов, ну и, конечно же, во сколько обязательно выезд к Каппадокию, там, если есть полет на шаре, во сколько будет полет на шаре, то есть эта вся информация предоставляется уже на месте со стороны нашей профессиональной команды русскоговорящих гидов. По поводу, где живут в Каппадокии, в Каппадокии они живут, есть два выбора, есть два выбора, трехзвездочный и четырехзвездочный АТ, то есть все зависит, опять же, от стоимости пакетов, в пакетах это также указывается, то есть, опять же, под туристов, под наших гостей, кто что сможет себе позволить. Также Ялова. Ялова, уважаемые наши гости, смотрите, Стамбул, Ялова, Стамбул, плюс Ялова. Ялова – это более такое место для отдыха, для релакса, это термальные источники, они актуальны больше всего у нас зимой, их сезон начинается осенью и продолжается до мая месяца, вот, также Ялова есть не только, так скажем, пакет Стамбул плюс Ялова, есть просто Ялова, то есть можно напрямую бронировать через систему отелей, мы дополнительно устраиваем трансферы, то есть мы оказываем услугу трансфера, потому что Ялова – это соседний город. Также, уважаемые, нужно понимать, что туда ехать приблизительно полтора часа, то есть около двух часов пути занимать, зависит от парома или же моста, поэтому трансферы также туда предоставляются, но трансферы идут туда только уже индивидуально, то есть это также есть в системе, это тоже обязательно нужно будет подчеркнуть, но если, скажем, есть Стамбул плюс Ялова, то здесь мы трансферы можем организовать уже групповые, поэтому цена пакетного тура, она, ну, скажем, идет уже более доступна. Вот. Стамбул плюс Ялова, Стамбул плюс Ялова – это насчет Стамбул плюс Ялова, сразу подчеркну, еще раз вам, не напрямую просто Ялова, а Стамбул плюс Ялова. Также, уважаемые, Ялова, так как это термальные источники, очень важно, что это больше, так скажем, для оздоровительного посещения идет и более релаксовые, так скажем, процедуры, плюс дополнительно ко всему этому хочу сказать, что в такой программе, как и в Каппадоке, в Стамбуле включаются несколько экскурсий, все зависит от ночей, проживания нашего туриста на территории Стамбула. Отели Ялова также идут 5-звездочные и 4-звездочные. Вот. Следующее – это обязательно пляжный отдат в Стамбуле, это у нас больше идет, так скажем, летний сезон, зимой здесь не поплавать, мы не в Мальдивах, зимой у нас бывает прохладно, кстати, про это тоже хотелось бы рассказать, что зимой, если вы продаете в Стамбул, в Стамбул, то имейте в виду, что здесь не идут пальмы зимой, как обычно, это представляют себе посетители Стамбула зимой, поэтому здесь бывает прохладный ветер, все-таки нужно одеваться под теплей, ежели проезжать сюда в весенние или же осенние одежды и обуви. Также, уважаемые, для сравнения, пляжный отдат в Стамбуле, пляжный отдат в Стамбуле – это у нас с вами получается Черное море и Мраморное море, потому что Стамбул омывается двумя морями, с одной стороны Мраморное, с другой стороны Черное море, а также разделение идет за счет пролива Басора, поэтому Стамбул называют город на двух континентах, или же, так скажем, Евро-Азия разделенная. Пролив Басора – тоже удивительное, уникальное место, которое обязательно советуется всем посетить по приезду в Стамбул. Пляжные отдыхи у нас проходят, есть пакеты экономические, то есть, ну, так скажем, есть места, это однодневные экскурсии, кстати, есть, так скажем, пляжи с бассейнами, есть просто пляжи, все зависит от того, что хотят наши прекрасные гости, посетители наших экскурсий, также вы можете это предоставлять онлайн, также это может предоставляться здесь нам есть со стороны наших гидов. Следующее у нас экскурсионные программы. Я буду предоставлять вам информацию по экскурсионным программам, какие программы здесь проводятся, уважаемые, то, что нужно было, я вам говорил, что одеть, что было удобно, например, есть такая у нас программа, очень интересная, код ее S3 идет в системе, ее можно потом увидеть, вам тоже посмотреть. То, уважаемые гости, площадь и подром, немецкий фонтан, мечеть Султана Ахмеда, также самая известная, больше сказать, на языке туристов, это голубая мечеть, мечеть Султана Ахмеда, мало ее кто так называет, но имейте в виду, что это все-таки Ахмеди. Дворец Ибрагима Паша, это все у нас идет обзорно, снаружи рассказывается, такие программы мы можем также делать, если у вас будут закрыты группы, обязательно вы можете обращаться по этому поводу фонсан, или же индивидуально точно так же. Хюрем Султан, Хюрем Султан Ахман, обязательно мы его так же показываем, потому что на наших экскурсиях бывают хюремушки, изначально, когда они у нас целый день гуляют, они Аленушки, а потом, после того, как мы приходим в Топкапы, в Гареем, очень интересно проводим экскурсии, заходим в храмы, в мечети, то мы их всех покрываем, по правилу, и они становятся у нас хюремушками. В Айя-Софии, здесь, например, вовнутрь не заходится, но есть программа, где также заходим вовнутрь, то есть, самого храма, это тоже можно будет увидеть в системе. Дворец Топкапы обязательно, поэтому это, так как это одна из самых основных достопримечательностей. Церковь Святой Ирины, это также входит, получается, в программу, она находится на территории самого дворца Топкапы, и прогулка по Босфору в пролив, то есть, по проливу Босфору обязательно, что нужно делать в Стамбуле по приезду, если приехать в Стамбул и не поплывать по Босфору, это значит, что вы зря прилетели в Стамбул. Айя-София, вопрос, Айя-София, один из самых известных достопримечательностей Стамбула, который обязательно нужно посетить всем, также в посещении, ну, лично меня, если спросить, это все вообще известно, а где Изюм? Изюмов очень много, будем с вами потихоньку идти к этому всему, у нас есть еще время. Так вот, Айя-София, уважаемые гости, это, можно сказать, семерки чудес света, можно брать Тадж-Махал и добавить саму Айя-Софию, так как это очень известный храм, который строили, кстати, 6 лет, строили его 5 лет и 10 месяцев. Также это тот храм, который состоит из 4 миноретов, и он построен, эти минореты построены все в разные времена. Мало кто, кстати говоря, замечает такие изуминки, когда гуляют на наших экскурсиях. Следующая у нас есть, так скажем, очень интересная программа, это программа «Живая история», она идет по уже, так скажем, другим достопримечательностям, можно сказать, что здесь уже появляются какие-то изюминки. Здесь, уважаемые мои, идет мечеть Султана Сулеймана, всеми известный султан, мечеть Сулеймане, гробницы Сулеймана, Раксаланы, мечеть Шихзады Баши, Шихзады Баши, это также архитектура 16 века, она была построена при архитекторе Синане, Синан, это очень известный, популярный архитектор, изочи, Османской империи, Микеланджело, можно сказать, Османской империи, есть дворец, Долмобовча, Восточный Версаль, это же как раз одна из изюминок Стамбула, что обязательно нужно будет посетить, потому что мало кто до нее доезжает, мало кто до нее доходит, так как она находится не в центре старого города, например, до, до, что я вам показывал, программа, она вся на одной локации идет, то есть это все район Султана Ахмед, у нас районов в Стамбуле очень много, потому что есть еще и округи, в каждом округе есть районы, микрорайоны, а округа в Стамбуле рассчитывается от 39, представляете? Так вот, следующее, что у нас с вами, дворец, Дворцовый Гарем и полуднеденный круиз такой идет по Золотому Рогу, как раз на этом круизе предоставляется обед, холм Бьерлоти, обязательно оттуда открывается очень красивый вид, поднимается на фуникулере и болгарская церковь и район Бала. Но для христианства Стамбул также очень немалоизвестный город, здесь очень много христианских храмов, начало, так скажем, христианство и православие идет отсюда, особенно для славян, потому что в самом, в самой Айя-Софии в 1955 году была кричина княгиня Ольга. Район Балат тоже одна из изюминок нашего прекрасного города. Это район, в котором когда-то жили, представляете, торговцы, греческие и ведейские купцы, бизнесмены того времени, можно сказать, практически, так скажем, рублевка Константинополя. Ну, а потом, конечно же, эти районы заполнили, так скажем, некоторые национальности и сейчас это очень туристически популярно, но в то же время можно проникнуться в калорит гетто Стамбула. Но это, конечно, все же безопасно. Про дворец Золнов Бахчих хотел бы рассказать еще вам. То, что, уважаемые гости, это все-таки очень дорогой дворец. Бывает часто, когда туристы заходят изначально сам дворец, ну, как бы, бывают во многих разных путешественники в наших дворцах. И здесь такое вау, то есть такие впечатления остаются, потому что он реально стоит того, чтобы посетить. Кстати, многие из вас бывают, ведут соцсети, инстаграммы, то часто вы, наверное, видите ворота, такие ажурные ворота, резные ворота, очень большие и красивые с выходом на воду. Это вот как раз же сам дворец Золнов Бахчих. Поэтому обязательно можете советовать вашим туристам, вашим клиентам эту экскурсию. Следующая у нас также очень известная экскурсия. Она, кстати говоря, появилась не так давно в нашей программе. Мы ее запустили. Это экскурсия по азиатской части Стамбула. Мало среди людей, которые пролетают в Стамбул, бывают нам против, в городе нам против, то есть это в азиатской части. Здесь мы посещаем это все на транспорте, также передвижение идет, и необычные районы. Кстати, может быть, вы смотрите тоже турецкие сериалы, не исторические, а более современные, как «Зимородок», «Постучись в мою дверь», это очень популярно наше последнее время. Так вот, здесь же мы, кстати, на этой экскурсии посещаем несколько локаций из этого сериала. Это бонусом для наших гостей на экскурсии, которые, обычно бывают молодые девушки или же наши дамы прекрасные, смотрят эти сериалы. Тут мы проезжаем через Босфорск, кстати говоря, у нас нет места на экскурсиях, что мы показываем конкретно место для встречи, обычно, как бывает в Европе, там встреча, здесь, скажем, у колонны как-либо нет. Мы всех гостей забираем из отелей, забрав из отеля, мы организуем для них трансфер, после завтрака все экскурсии начинаются привозами, уже идет начало экскурсии, и обратно в отель мы их доставляем на комфортабельных машинах. В нашем гараже Фансана в Стамбуле есть много разных автомобилей, есть Майбахи, Майседесы, также можно заказать С-классы, если есть индивидуальные гости, и также у нас предоставляются биг-басы, то есть, если это группа до 45 человек обязательно, вот, ну, если захотите, можем даже сделать экскурсию на вертолете, тоже такое бывает, то имейте в виду. Здесь холм Чамнуджа, мечеть Чамнуджа, также для вас информация перед вами, мечеть Мехримах, султан, девичья башня, обязательно, которую мы смотрим снаружи, это один из символов Стамбула, и уважаемые гости, дворец Бей-Ляр-Бей, то есть, в Стамбуле их очень много дворцов, а этот тоже у нас с вами эпизод идет элементами 19-го века. Океанариум, аквариум, то есть, бывают гости, которые приезжают с детьми, обязательно нужно это тоже подчеркнуть и, так скажем, задеть информационно, потому что бывает очень много туристов, даже с детьми, с младенцами, на колясках, годовалы, двухлетние детишки наши прекрасные, то где можно погулять с детьми, ну, бывает, да, ездят на экскурсию одну дополнительную, историю смотрят наши, так скажем, родители, ну, а детям тоже нужно что-то посмотреть, поразвлечь, поэтому дети могут поехать на экскурсию в Океанариум. Добрый день, на вертолет от какой суммы? Это можно будет делать запрос индивидуально в Фонсан, то наши ребята из нашего, так скажем, департамента оперейшена предоставят вам информацию без всяких проблем. Сейчас я вам сумму конкретно назвать не могу, вот. Уважаемые, по поводу Океанариума, что я хотел сказать, дополнительно для детей, то есть, где можно даже увидеть пингвинов, это, пожалуйста, Океанариум с детьми, поэтому здесь тоже можно отдохнуть, и с Виолэнди, как в Дистанилэнди, и аквапарки. Что делать ночью? Давайте поговорим чуть-чуть о ночной жизни Стамбула, что вы можете предложить вашим туристам, и вообще, какая здесь жизнь ночная. Стамбул, еще раз повторюсь, очень большой город, здесь проживает около 17 миллионов людей, это официально, неофициально здесь население может доходить потоком до и 40 миллионов, это совместно с туристами, это все за год, я вам статистику называю, то, конечно же, здесь очень много разных национальностей, и когда ваши туристы приезжают в Стамбул, перед тем, как подправить их сюда, обязательно предупреждать, что все-таки не гулять с открытыми сумочками, не носить телефоны в задних карманах, здесь, так скажем, можно увидеть и встретить разных людей, поэтому обязательно пусть будут осторожны. Город большой, за всех нельзя ответить, пять пальцев, они не одинаковы. Например, из безопасности ночной жизни, то есть, если бывают взрослые люди, которые не могут выйти ночью где-либо погулять, или же бывает девушка, которая пролетает одна и неудобно выйти, ну, или уже вообще встретить какой-нибудь день рождения, то для этого вы можете предложить такую программу, как ночной басфор. Шоу с ужином идет, с турецкой ночью, где прекрасные девушки танцуют, танцы живота, также восточные танцы, и плюс дополнительно местные фольклоры, то есть танцы, представления разных национальностей, которые проживают на территории Турции, еще с периода Римской и Османской империи. Попросительный знак вы отправили, не понял это к чему, Венера Магомедова. Меня не слышно? О, все хорошо. Одна из самых важных также это, уважаемые гости, конечно же, отели. Отели, которые, отели, которые обязательно также у нас в базе данных их очень много в списке, то есть отели, у нас приблизительно подсчитывается около 800 отелей в системе Фонсан, вот, но есть, например, несколько списков здесь из отелей, которые, так скажем, на быстром подтверждении, вы можете для себя сохранить это, также этот список, имеется в виду, что эти отели на быстром, так скажем, подтверждении. Здесь есть отели разной категории, это пятизвездочные, четырех-трехзвездочные отели, отелей здесь очень много в Стамбуле, приблизительно подсчитывается их 5000, все они ведут, так скажем, разный формат работы, разные концепции отелей есть, опять же, все зависит от того, какие люди пролетают в Стамбул. Есть отели на проливе Босфор, это такие, как Кимпинский, Мандарин Босфорус, Шангрила, это пятизвездочные у нас отели, также, например, Four Seasons Босфорус, Four Seasons Old City в старом городе, скажем, City Four Seasons. Плюс ко всему этому есть, например, отели при аэропортах, если у кого-то... Что делать с детьми в Стамбуле, куда идти развлекаться? Я как раз до этого рассказывал, если, скажем, гости прилетели с детьми, с семьей, то обязательно с детьми можно будет поехать в океанариум, показать рыбок, поразвлечь, обязательно можно будет поехать например, Via Land, Disney Land тоже очень интересное, развлекательное место такое большое, территориальное. Также можно будет поехать, если детям, конечно, это интересно. Обычно мы подбираем такие по запросу индивидуальные экскурсии. Есть коллекция Рахми Коч, музей называемый такой, очень интересный, индустриально, плюс там, так скажем, коллекция привезена из разных частей света. тоже для детей оно довольно доступно и интересно рассказывается там. То есть, для детей такая большая программа подходит. Ну и, конечно, все-таки родители несут детей с собой на экскурсии, детям приходится тебе петь. Или же можно будет поехать, если это лето, если это лето, на морюшко. А что делать с детьми? А, в зоопарк. В зоопарке есть, но он находится очень далеко, поэтому такие туры не проводятся. То есть, экскурсии в зоопарке не проводятся. Они находятся довольно за городом и ехать туда очень долго, потому что Стамбул большой город, это огромный мегаполис, он больше Москвы в два раза, чтобы вы понимали. Название музея, да, конечно, сейчас я вам напишу сюда. Это то, что я рассказывал очень интересному здесь коллекциями, привезенными из разных частей света, там даже есть машина из фильма Гарри Поттер. Детям это очень интересно. Возвращаясь к отелям, концепциям отеля, потому что это немаловажная у нас с вами, так скажем, часть нашего вебинара, так как многие не бывали в Стамбуле, но очень хорошо продают Стамбул. Отели здесь уважаемые на разных концепциях. Здесь отели, как я говорил, 5-4 и 3-звездочные, в основном, чем мы с вами как раз же работаем и какой продукт мы вам предоставляем, как фонсан. здесь, если брать отели 3-звездочные, то обязательно имейте в виду, что в отелях есть эконом-номера, и эти эконом-номера, они могут быть на циркальных этажах, то есть, это, можно сказать, часть традиции, которая приходит еще со времен Римской империи, также в Османской империи, даже сейчас местные жители живут в квартирах и минус первый этаж, то есть, это квартира, еще покупать себе такой дом. То же самое есть в отелях, то есть, минус первый этаж, некоторые номера бывают без окон, некоторые номера бывают с окнами на минус первом этаже, то есть, это нужно обязательно подчеркнуть, и, конечно же, если вы бронируете экономный номер, по возможности можно написать и спрашивать, если в этом номер окно, но в системе вся информация про номер, она предоставляется, поэтому все можно дополнительно, если нажать на детали, прочесть и узнать, есть окна в этом номере, куда оно вообще смотрит, это все в системе дополнительно, то есть, детально можно будет посмотреть. Плюс, Стамбул популярен очень часто своими террасами, так как город больше всего холмистый такой, поэтому здесь очень много террас, и вот на некоторых отелях, кстати, бывает такое, что попадаются туристы, капризные попадаются, ну, люди разные, и кто-то специально берет отели с террасами для завтрака с красивым видом, это тоже можно будет уточнить или же, опять же, посмотреть в системе самой, то есть, детали номера, детали самого отеля, какая концепция, то имейте в виду, что классно, когда в отеле есть терраса, и завтрак идет с террасы, и открывается прекрасный вид, там, острова, на пролив, на пролив, на пролив, на пролив. Какие топ-отели для востребованных туристов рекомендуете? Так, какие топ-отели мы рекомендуем? Топ-отели для востребованных, так скажем, туристов, это у нас и Свис-отель из Босфорус, очень хороший, ДжВК-парк Босфорус, тоже очень, так скажем, хороший отель, конечно, Форсизенс обязательно, Босфорус, Мандарин-отель и Кемпинский. Востребованные из отелей, то есть у нас в списке из пяти, это вот как раз эти отели, которые я вам сейчас перечислю. Если говорить про место их нахождения, например, Кемпинский, он находится на территории бывшего дворца 19 века, Чиран, то есть это очень красивое место, плюс при нем же есть ресторан в этом дворце и вертолетная площадка, например. Или же, скажем, Форсизенс, он тоже находится на Босфории. Или же Шангрилла, тоже на Босфории. А вот Джовика Парк Босфорус, он находится в районе Таксин. Это один из центров Стамбула. Стамбул состоит из трех центров основных. Это один из центров, более такое, скажем, место, как популярное среди молодежи и туристов, где много ресторанов, пабов. Джовика Парк Босфорус находится в этом районе. Свис-отель находится в районе Шишли Мачка с прекрасным видом, с тремя ресторанами. Тоже очень интересная локация и красивое место. Это неподалеку от улицы Нишан-Таше района, где много высоких брендов. Есть еще чуть дальше Конрад, кстати говоря. Ну, это Конрад, Хилтон, Босфорус. Это одни из первых пятизвездочных отелей Стамбула, кстати. Ну, реновация они проходят, кстати, Хилтон проходит реновацию уже второй год и скоро он должен закончить. Можно ли самые доступные варианты, но приличные при этом самые продаваемые пирожки, спасибо, из бюджетных или же самые доступные. кстати, вот из этого списка так скажем хорошо продаваемые это вот сеть АКК. АКК Лушиотель, АКК Отел Суитес, как идет, четырехзвездочные, трехзвездочные. Отель очень хороший, плюс его можно продавать без всяких проблем, проблем никаких не будет. Кстати, мы в этом году и в прошлом году были номером один по продаже этих отелей, так как есть такой момент, даже онлайн, да, они не продавали так хорошо онлайн, как мы продавали, то есть, как наша компания. Леди Диана можно смотреть как хороший отель, четырехзвездочный, опять же, с ровтупом, то есть, таким, у них ресторан на террасе, он идет как четырехзвездочный. А если брать как пирожки, то я вам могу сказать, что если это трехзвездочный, из трехзвездочных могу вам посоветовать такой отель, как Раймонд, отель Гранд Лиза. Также, если брать из четырехзвездочных в центре, прям в самом центре города, уважаемые гости, то это у нас получается отель Сурагаги София с хорошими ресторанами, кстати, и на улице ресторанов. Также доступный, также в старом городе отель, это у нас Грит Фортуна, и Грит Фортуна СПА. Есть два отеля, Грит Фортуна и Грит СПА, уважаемые гости, это тоже можно будет дополнительно. У отеля АК есть депозит при заселении, подскажите, в каких отелях тоже есть, чтобы сюрпризов не было для туристов. Из депозита в АК, насколько я знаю, депозита нет. Депозиты бывают обычно в таких отелях, как Кимпинский, так скажем, Four Seasons, Шангрила в Стамбуле, Мандарин, Босфорус, Ридс Карлтон, Свис Отель, если это Интерген, то есть все сегменты, то есть высокого качества пятизвездочных отелей. В четырехзвездочных отелях такого здесь не встречается, в основном это пятизвездочные отели. Надеюсь, смог ответить на ваш вопрос. Из трехзвездочных смотреть тоже можно будет, как я еще раз повторюсь, если что, можете себе записать, Раймонд Отель, без всяких проблем. Гранд Лиза Отель тоже очень доступен в продаже, очень хорошо продается. Башкин Эвери, Велир Сучил, Дзюдан, Ихан Тлоу. Отель Тайхан. Марк 1, Гранд Марк. Гранд Марк Отель. Кстати, немаловажно, когда вы предоставляете для вашего клиента, для вашего туриста отель, если это отель трехзвездочный, то у нас обычно в системе Фонсана обязательно трехзвездочный отель, это старый город, то есть, чтобы людям было доступно пройтись где-то пешочком, то есть, не так, чтобы ехать 30 минут, это большие отели, которые находятся в центре города, а такие отели, как Чиран, Кимпинский, такие отели, как уважаемые Шангрелла Босфорос, они находятся от центральной части, то есть, это район Султан Ахмир, где основные достопримечательности, ну, так скажем, условно, в 10-12 километрах. Это уже передвижение или на трансферах дополнительно, или же на такси, то есть, рядом с этими отелем прям такой истории нет, там больше всего куда-то нужно будет выезжать обязательно. Кстати, Арт-Сити тоже есть отель трехзвездочный. Гранд Лиза слишком не для притязательных. Ну, это трехзвездочный отель, да, это трехзвездочный. Но есть еще такой нюанс, вы сами это понимаете, вы профессиональ, я не сомневаюсь, что вы профессионалы в вашей сфере, то обязательно нужно будет понимать, что люди, которые приезжают сюда отдыхать, они в номерах времени и в отелях практически не проводят. Это все-таки не Анталия, поэтому здесь нужно, чтобы был хороший завтрак, если это отель завтрака на системе Bad & Breakfast, или же уважаемые чистые номера, что нам и нужно. В ином случае, то есть, в отелях практически никто времени не проводит. Жили в Султанин, прекрасное место, отель скромный, но достойный. Да, согласен с вами, отель скромный, небольшой, так скажем, старое здание, в плане того, что на историческом месте находится, и сделано так, скажем, со своим классным интерьером, и как бы доступно и достойно, согласен с вами, как раз район Султан Ахмед. Уровня Леди Диана прилично в гуще событий, хор, завтрак, чтобы... По поводу Леди Диана, вы имеете в виду что-то похожее, чтобы было... Это был вопрос? Да. Похожее что-то на Леди Диану, это может быть отель Трия. Очень хороший отель, также с террасой, вне завтрака на этой террасе можно будет поужинать или пообедать. Альмина-отель, также. Антис-отель, также. Отель с террасами и видом на Босфор в районе Султан Ахмед. Парочку, пожалуйста, смотрите. В районе Султан Ахмед с видом на Босфор малая вероятность, потому что Султан Ахмед это тот, историческая часть, которая больше смотрит на мраморное море, нежели на пролив. А если взять такой район, как Сирхиджи, это соседний район Султан Ахмеда, то там можно будет найти отели с видом на Босфор, такие как Легас Султан Ахмед, такие как Яшмак Султан Ахмед. Вот, у них есть террасы, у них есть рестораны, кроме как завтрака, также обеда и ужина. Окка Рояль, также отель есть с видом на Босфор. Эти отели вы можете дополнительно себе взять. Эти отели, кстати, идут сегментом четырех звезд. То есть, также доступны и хорошо продаваемы. Написать ли вам, да? Конечно, я могу написать. Сейчас, минуточку. Я пишу прям название, как на турецком. Откуда? 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 Откуда. Также идет с видом... Это то, что я говорю, из четверех звезд, но с видом на Босфор. Очень, так скажем, хорошие и доступные отели. Кстати говоря, прям в пяти или в семи минутах пешочком от центра Султана Ахмеда, где основные достопримечательности. Если говорить при самом Султане Ахмеде, до этого был вопрос, это, как похоже, Леди Диана. Вот, например, я вам напишу сейчас Леди Диана. Так, Леди Диана идет в список, также у нас идет Трия, Антис, 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 Антис. Также Илсам, отели есть. Бащика, 4, 3, Султан Ахмеде, 4, террасы. Аккума геммейшон. Семьдесят. 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 Семьдесят олабилюрдиме? Нейде отели, исми? Альсена. И еще дополнительно авиаций на отель. Эти отели можете рекомендовать спокойно. Так, меня слышно, но я писал, отправил и не нашло, кажется. Странно, очень. Придется писать заново. А, три отеля. Арден-Сити, кстати, очень хороший отель. Тоже с видом на Босфор идет и с видом на старый город, на Софию. И сам. Тоже очень хороший отель. Можете его спокойно предлагать. Авицено. Я могу где-то натоить ошибочку, когда пишу. Но, если что, плюс-минус, вообще я сейчас правильно пишу. Ну, может быть, где-то. Вдруг имейте в виду. Антис-отель. Альмина-отель. Также. Грид так. Грид, фортун. Грид, фортун и дизайн. Грид, фортун и дизайн. С видами. Три отеля. Арден-Сити, Илсам-отель, Авицено, Антис, Альмина, Грид, фортун и Грид, спа. Дизайн. Эти отели также очень хорошие. Тут можно вот как раз список. Антуса-дизайн, Палас-отель. Если брать, кстати говоря, район Атаксим, то обязательно можете спокойно бронировать Акалуш как трех- и четырехзвездочные отели. Они в очень хорошем сегменте и очень хорошо продаются. В отелях пятизвездочные отели бесплатно на до месте, до какого возраста? Лена, я сын. Это зависит от отеля. Все зависит от отеля и концепции отеля. Обычно до пяти. Обычно, да, до пяти. Сейчас мне подсказывают. Я знаю информацию про отели, но я больше базируюсь на экскурсиях. Следующий вопрос был в районе Галата. А есть хорошие отели с бассейном. Хорошие отели с бассейном вы имеете в виду крытым или открытым бассейном? А, кстати, по поводу бассейна и спа. В некоторых отелях обязательно я вам должен подчеркнуть то, что уважаемые гости. Некоторые отели, у них есть, например, спа, у них есть бассейн, но они эти отели отдают под аренду другим компаниям. Ну, то есть, в концепции это может быть написано, но это не включает стоимость и проживание. В некоторых отелях оно так. То есть, например, Леди Диана. У них это отдано в аренду в компанию, которая занимается этими услугами, поэтому это дополнительно в отеле. То есть, спа и так далее. Поэтому это тоже нужно будет, так скажем, подчеркнуть обязательно. Или же при бронировании обязательно посмотрите детально или спросите у коллег, напишите на почту. Мы вам обязательно ответим и поможем. Смотрите, с бассейнами, если сейчас, минуточку. Для начала приду к вопросу по поводу Галата. Галата, да? Галата, да? Галата, байбос. Галата, байбос. Сейчас я вам напишу, можно список, который в Галата районе, вот, байбос отель. Это отель, так скажем, больше, ну, так, низким сегментом. Сейчас я вам пишу про район Галата и потом следующий вопрос. Хорошо? Уважаемый, Галата, байбос, М-галери. Да, сейчас очень важно, очень хороший отель. Кстати, с хамамом 18 века. Это бывшее здание банка с периода Османской империи, здание 250 лет. Очень хороший отель. Можете тоже спокойно предлагать. Зе Галата, М-галери. Да, да? Зе Галата, М-галери. Зе Галата, М-галери. Галатадан, байбос, байбос. Хамам, карьсинда, Декамандо, Галата. Декамандо, Галата. Так, сейчас не отправилась, да? Сейчас. Зе Галатадан, байбос, байбос, байбос. Декамандо. Ха, товар��はいбос, байбос. Зе. Байбос, байбос. Де, байбос. Де, байбос. Все, байбос. Зе дел same, ты, а, демок. Де. Декамандо. Декамандо, Галата, байбос. сейчас отправляется кажется здесь проблема с интернетом так кажется опять не отправилась не дошло вам можете написать просто у меня не выходит учить нет беда и устаревать системы гендармию также этот отель советуется можете брать в работу по поводу на следующий раз для презентации при выделить отдельные слайды под рекомендованно отели по или же особенностями с террасой видом например но здесь то что ведь список на быстром подтверждение бронирование то это как раз и один из того списка в отеле которые мы вам советую то есть в работу можете брать обязательно их конечно у нас систем очень много но вот эти отели там одни стоп отелей которые мы продаем здесь вот если присмотреться так он видя здесь вот как раз и список один список для вас и также здесь имеется об второй список и тут например во втором списке мы уже берем отели в районе султана ахмеда это то что я как раз выше писал и здесь есть районы беазит и аксарай лав или где больше магазин и шоппинга ну как раз же тоже неподалеку от района султана ахмеда то есть это можете к себе я думаю сайт вам передадут или для работы скриншот зафиксировать по поводу всегда пожалуйста по поводу открытых и крытых бассейнов смотрите тех отелях которые верю там риск аутон с из отеля если закрытый и открытый бассейн for seasons тоже самое имеется из четверок если брать с бассейном за пенисула из отель кстати говоря там например открытый бассейн есть и крытые открытые скажем вот леди диана но там нужно дополнительно за это отдельно оплачивать для использования бассейна яшмак отель там и скрытый бассейн у них просто сеть например романса также находится прямо рядом соседний отель также у них есть бассейн тоже криты вот султан султане отель также у них есть списки кстати некоторые фотографии из отеля сурахаги вот здесь в отеле сурахаги открытый бассейн и огромный спа-центр рядом же с этим отелем улица из традиционных турецких мишкен советует 2023-2024 сертификатами кстати для русскоговорящих или особенно для туристов из россии это очень популярное место и повар был несколько раз и может быть можете включить себе список как информацию повар не джатил масса он также представлял рецепты для сериала великолепного века основал так скажем рецепты там кухня идет дворцовая тут можно увидеть gvk парк босфору с очень классными номерами а здесь у нас фотография идет от отеля леди диана можно видеть как раз то что у них такая такая терраса рух топ идет с видом на голубую мечеть и на острова и озерскую часть стамбула здесь у нас есть отель бог кстати говоря про него я вам не написал то есть мы забыли в отеле бассейна нет но он идет как четырехзвездочных и так скажем больше но вы кстати говоря ему четыре года находимся в центре города это фото отеля калуж это все также раймонд отель трехзвездочный отель очень хорошо продаваем и доступны и по локации очень доступно все так ну здесь уважаемые гости конечно я благодарю за то что уделили внимание то что присоединились организуем рекламу тур с насыщенной экскурсией чтобы начинался в стамбуле коллеги из разных городов чтобы присоединились я думаю обязательно такое будет обратить обратимся к представителям нашим высший так скажем думаю можно будет это организовать без всяких проблем хотите еще давайте без проблем задавайте вопросы рад буду ответить туристы хотят покататься на канатке на канатке в стамбуле у нас канаток в стамбуле нет но у нас есть фуникулеры подземные и надземные практически за канат можно посчитать это кстати говорят в стамбуле больше идет как не место развлечения городского транспорта на них можно проехать как в москве тройка здесь есть истамбулкар для всех видов транспорта но идет очень доступная кстати карта вот это у нас фуникулеры есть надземные подземные они как городской транспорт очень приятные всегда пожалуйста гиды просто супер мы стараемся чтобы наша команда была на уровне чтобы ваши гости оставались довольными самый популярный вопрос где вы так хорошо русский выучили я его выучил в университете и в лице да правильно фуникулер дать мои контакты но к сожалению свои контакты дать не могу оплата идет в городских транспортах она всегда идет за счет истамбулкар то есть наличка оплатить невозможно нужно будет оплачивать только за счет истамбулкар иметь ввиду то есть все виды транспорта они идут единая карта его платье их можно брать как бы их трех разовку можно взять сразу истамбулкар а потом следующие последующим своим родственникам друзьям передавать работает и карта мир в стамбуле карта мир сам более не работает но у нас если скажем ваши туристы приедут и у них нет наличка их они могут оплатить экскурсии на месте по счету банковскому то есть по карте нет без всяких проблем то есть предоставляется все чтобы они оставались довольными сервис на высшем уровне за это можете не переживать очень приятный и понятный вебинар спасибо всегда пожалуйста надеюсь вам все понравилось но это не конец пока не выходить потому что есть еще один момент такой есть место общепита ресторан или кафе где действительно можно попробовать национальную кухню почувствовать местный колорит смотрите я вам напишу можете дополнительно так скажем информировать насчет это ваших туристов если они находятся даже в центре города в историческом центре то можете посоветовать вот такое место если они увидят каком какое-то заведение с таким названием то имейте ввиду что это местный общепит то есть местная как подобие столовой лаканта лаканта эти места называются здесь очень доступные цены и очень вкусная еда больше домашней да не кебаба больше домашняя такие до остались остались есть еще потому что все таки в старом городе есть например такое место где можно попробовать вкусными котлеты и кстати говоря не за туристические сцены я вам сейчас отправлю место работает уже это заведение с 1920 года передается от поколения в поколение какой семейный бизнес всегда пожалуйста вот я вам отправил кстати для туристов которые делаются кебабы с баранины вообще а кебабы с баранины не готовятся кебабы готовятся из говядины но туда добавляется так скажем курдюк барани или же жирок барани чтобы он был не сухим а более так скажем насыщенным и когда насыщенным сочным да кстати музея рахми коч для подростка будет очень интересным проводим экскурсии туда проводится экскурсия уже индивидуально или же если вы сами могут поехать вы нам все секретные места раскрыли спасибо пожалуйста по поводу например где вкусно поесть вот как я и говорил вам сураги асофия то ли рядом с ним ресторан дейрали там дворцовая кухня можно например попробовать гуся фаршированного кебаб гусины или же можно будет попробовать дыню фаршированность телятина с миндалем очень вкусно с пловом османски для заметки можете взять могу написать название ресторана но этот такой мишки советует но цены довольно не мишки носки то есть очень доступны сейчас отправлю можно дайте все ходите сейчас прихожу еще по вопросам бронирования по вопросам бронирования опять же уважаемый обращайтесь обязательно фонсан без всяких проблем мы будем рады всячески вам помочь мы всегда на стороне наших партнеров поэтому обязательно можете присоединяться и задавать вопросы наша команда буквально сразу быстро отвечает на все вопросы вся команда русскоговорящая да пора обедать но есть еще момент так скажем от компании фонсан а если большая викторина викторина такая здесь можно увидеть сейчас я покажу здесь у нас есть такая почта ну что то получилось почта фонсан куда нужно будет написать для тех кто сейчас ответит правильно на вопрос вопрос такой всегда пожалуйста спасибо измир супер я рад что вам понравилось вопрос все внимательно слушайте потому что викторина это подарок от фонсан для тех кто сегодня подключился на наш вебинар кто послушал его я думаю вы не там был легким таким интересным познающимся вопрос такой то ответит на него правильно получит подарок кто ответит правильно и ваши варианты вопросов ответов на мой вопрос пишите пожалуйста часть во первом ответе тот получит подарок за сколько лет была построена а я софия за 5 лет и 10 месяцев правильно светлана пакеева 5 лет и 10 месяцев все верно а я софия была построена за 5 лет и 10 месяцев вы должны будете написать пожалуйста битуби то есть точка инфо это виситра в точка ком обязательно мне нужно будет также это на всякий случай для себя зафиксировать вот напишите пожалуйста что вы ответили правильно и у вас будет подарок от компании фонсан от нашей компании на этом все надеюсь вам всем понравилось еще раз с вас также благодарю за то что вы подключились послушали надеюсь вам было познавательно по всем вопросам можете всегда обращаться писать вам всего доброго вам хороших клиентов и главное это здоровье куда писать светлана пакеева можете написать на почту сейчас минуточку вам видна почта вот смотрите здесь почта светлана пакеева если вы видите почту напишите а все хорошо на эту почту напишите я думаю да вам отправят в формате файла этот вебинар и сохранят на и насчет этого еще напишем коллегам хорошо супер все всем всего доброго до свидания как раз мой и это и и за и и и и и и и Эльдивер.